всем привет я тут на автосервисе пообщалась и поняла что пора для вас сделать подборку вредных привычек которые в результате могут приводить печальные последствия вот так можно ездить и не замечать что вы вредите машине а потом жаловаться что она быстро ломается и так ловите топ-10 вредных привычек и ребята не забываем подписываться ставьте лайки если замечали такие привычки у себя и пишите в комментариях что интересно что нет а то эту голову ломаю каждый раз о чем бы вам еще рассказать привычки берут свое начало сложно даже подсчитать сколько испокон веков и захватывает практически все области жизнедеятельности человека работу отдых еду сон и даже вождение автомобиля зачастую водители обладают таким гигантским количеством привычек от посадки за руль до переключения передач что кажется будто машина управляет условные рефлексы привычка если полезные привычки нам прививают в автошколах то вредные мы приобретаем в процессе вождения и я сейчас назову самые вредные из них которые будут вредить еще и вашему автомобилю первая вредная привычка это удерживать ногу на сцеплении во время движения таким образом постоянно находится в натяжении тросик сцепления что приводит к преждевременному износу подширник осцепления маховика и диска то же самое касается удержания сцепления в выжатом состоянии на светофоре таким образом постоянном напряжении находятся все составные части сцепления что конечно же приводит к его быстрому износу работа сцепления предусматривает что вы его полностью выжимаете потом отжимаете и отпускаете полностью тогда она будет служить долго плюс конечно же на светофоре вам нужно выжать перевести коробку в нейтральное положение и только тогда отпускать сцепление еще одна вредная привычка удерживать руку на рычаге коробки передач под постоянной нагрузкой которая создается на неровностях вы будете расшатывать кулису и впоследствии это приведет к дорогостоящему ремонту коробки передач мы назвали привычки которые касаются автомобилей с механической коробкой передач но с автоматом тоже есть свои нюансы например водители очень любят на светофоре переключать коробку в нейтральное положение подобное щелканье переключениями приводит к износу фрикционных элементов коробки что конечно же приведет к сокращению службы самой коробки а еще одной привычки не знала даже я оставлять автомобиль с механической коробкой передач с включенной первой передачи не поставив автомобиль на ручник на самом деле нас так и учили чтобы ручник не закисал чтобы не растягивался или еще как но современные автомобили могут готовить водителям сюрприз при стравливании давления в двигателе автомобиль даже на передаче может покатиться поэтому будьте внимательны езда на полу спущенных колесах это касается тех кто берет себе на вооружение привычку стравливать давление в шинах при проезде по пересеченной местности они считают что таким образом они берегут подвеску но на самом деле для того чтобы повредить подвеску автомобиля нужно что-то пострашнее простой проселочной дороги а низкое давление плохо сказывается на самих дисках а также на самих шинах сокращая срок их службы ну и к тому же усиливая вероятность пробить шину парковаться на краю асфальта деформируя шину я сама не задумывалась что это может быть проблемой ну влезла и влезла ну и что что у меня колесо наполовину слесает с бровки это приводит к грыжам а также постоянной потери давления в этой шине может вы и не знали но перед препятствием в идеале нужно резко затормозить отпустить тормоз и проезжать накатом через препятствие таким образом вы распускаете подвеску и даете ей полноценно отработать неровность если же вы проезжаете яму на тормозе подвеска зажата и от этого может серьезно пострадать впрочем как страдает и ваш комфорт многие не задумываются что низкий уровень топлива вреден для автомобиля используют это как средство для экономии или отмазки для коллег чтобы не подвозить их по дороге домой но экономия сомнительная а вред определенный при низком уровне топлива в баке появляется конденсат скапливается воздух в результате количество скопившейся влаги становится вредным для двигателя автомобиля и для всей топливной системы что конечно же приведет к дорогостоящему ремонту быстрый старт и высокие обороты раньше учеников в автошколах даже учили обождать некоторое время перед тем как начать движение после запуска двигателя и этому есть логичное объяснение масло должно растечься в двигателе после запуска перед тем как оно начнет работать в полную силу если же начинать движение по сухому детали будут тереться друг от друга и быстро изнашиваться что конечно приведет к капитальному ремонту двигателя то же самое касается и высоких оборотов первые две-три минуты езды двигатель должен работать ровно но этот список можно продолжать до бесконечности пишите в комментариях если хотите чтобы я еще рассказала про это а напоследок полезный навык для владельцев турбированных дизельных автомобилях после длительной поездки рекомендуется прокатиться накатом без нагрузки 100 200 метров чтобы турбина немножечко остыла до спокойной и нормальной для нее температуры либо подождать когда вы уже остановились и подержать ее на холостых оборотах многие современные автомобили оснащены специальными датчиками которые сами регулируют такие действия но для более возрастных автомобилей рекомендуется все же придерживаться такой тенденции помните что у каждого автомобильного усла есть свой ресурс заявлены производителем знающие грамотные водители умеют уходить далеко за пределы заявленного ресурса ну а есть водители которые просто уничтожают свой автомобиль приближая капитальный ремонт агрегатов избавляетесь от вредных и опасных привычек и тогда автомобиль отблагодарит вас без проблемной эксплуатации это сэкономит вам время нервы и деньги и вовремя приезжайте к нам на диагностику и оставайтесь спокойными вместе с ойлер